Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко и в сегодняшнем видеоролике я назову вам 5 причин, почему не стоит покупать смартфон Poco X3. И недавно у меня на канале выходил видеоролик, когда я называл 5 причин, почему стоит покупать смартфон Poco X3. И вот если вдруг вы задумаетесь о покупке смартфона Poco X3, рекомендую посмотреть вам эти два видеоролика и еще мой полный подробный обзор. Суммировать все, подвести итоги и тогда уже перед вами будет целостная картина о смартфоне Poco X3. Может быть тогда вы сможете сделать правильный выбор о покупке или не покупке данного смартфона. Ну а прежде чем мы начнем данный видеоролик, я хочу сказать, что это будет чисто мое субъективное мнение и ваше мнение может отличаться от моего. Все комментарии, исправления и добавки и также ваши 5 причин я жду в комментарии под этим видеороликом. Ну, если вам тема Poco X3 интересна и вы все-таки собираетесь покупать этот смартфон, усаживайтесь поудобнее, я сейчас назову вам 5 причин, почему не стоит покупать Poco X3. Почему же такой хайповый смартфон не стоит покупать? Интересно? Давайте смотрите. Первая причина, почему не стоит покупать смартфон Poco X3, это комбинированный лоток для сим-карт. Смотрите, одновременно можно установить либо две сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти и microSD. Это и есть комбинированный лоток. Почему нельзя было установить тройной лоток, как в предыдущих моделях, например, в том же Redmi Note 9 Pro, который вышел раньше, а Poco, я бы сказал, более усовершенствованная модель Redmi Note 9 Pro. В чем-в чем, но вот в сим-лотке и возможности установки две сим-карты и карты памяти, то здесь он отстает. Да, конечно же, я знаю, что сюда можно установить одновременно две сим-карты и карту памяти, то есть сделать бутерброд из microSD-карты и сим-карты, то есть на microSD-карту, на нижнюю часть microSD-карты, там где нет контактов, вот именно вот сюда, наклеить чип сим-карты и у вас получится одновременно две сим-карты и карта памяти microSD. Но, но кто этим будет заниматься? Да, может быть я сделаю, да, может еще 5, ну максимум 10% которые смотрят этот видеоролик или вовсе пользуются смартфоном Poco X3, но обычный пользователь заниматься этим не будет. Соответственно, я считаю, все-таки это один из основных минусов данного смартфона. Отсутствие возможности установить одновременно две сим-карты и карту памяти microSD. Вторая причина, почему не стоит покупать смартфон Poco X3, это материалы корпуса. Смартфон стоимостью 250 баксов использует материалы корпуса как пластик. Тонкая глянцевая крышка на задней поверхности смартфона, которая даже прогибается. Ну и мы все прекрасно знаем, что глянцевый пластик очень хорошо царапается. Но это не очень хорошо, потому что даже центральная рамка у нас пластиковая. Хотя и многие кто говорят, что внутри под пластиком есть еще и металлическая рамка. Не знаю, но в точности скажу, что пластик задняя крышка, пластик боковая рамка. Конечно же, я понимаю, что эту проблему очень легко решить. Одеть чехол и 90% пользователей именно так и поступят. Но во всяком случае, учитывая то, что и предыдущее поколение, и те смартфоны, которые были дешевле, тоже Redmi Note 8, 8 Pro, 9 Pro, они дешевле, бюджетнее, проще. Но там используется стекло в корпусе. Да, пускай, может быть, под чехлом вы не поймете, здесь стекло или пластик находится. Но все-таки в руке держать намного приятней. Корпус с металлической рамкой, к примеру, и стеклянным задником. Но смотря на смартфон Poco X3, понимаешь, что на материалах корпуса здесь сэкономили. Ну, если первые две причины были сильно обобщенными, о которых могут знать все, и это ближе, так скажем, на виду все. А вот последующие причины – это, так скажем, опыт использования и мой, и многих других пользователей, которые отписывались и в комментариях, и писали свои отзывы. Ну и третья причина, почему не стоит покупать этот смартфон – это эффект дышащей крышки. Такое название придумал я, возможно, оно называется немножко по-другому, и, может быть, это чисто мой дефект, который я наблюдал. Хотя множество людей отписывались в комментариях, что в одних пользователей есть такое, а у других нет. Итак, в чем суть? В том, что в смартфоне пластиковая крышка, и эта пластиковая крышка довольно-таки неслабо прогибается. Но мало того, что она прогибается, почему дышащая крышка? Потому что, когда я нажимаю на заднюю крышку, из отверстия для ключика, для изъятия SIM-лотка, выходит воздух. И это просто нонсенс, учитывая то, что в смартфоне заявлена пылевлагозащита IP53. Соответственно, есть такой вот вопрос, сохраняется ли пылевлагозащита при таких вот условиях. Я сейчас попытаюсь это продемонстрировать. Я думаю, вы все это слышали. В действительности, во-первых, это слышно, а во-вторых, ощущаешь даже рукой, что отсюда выходит воздух. Вот такая вот особенность данного смартфона. Во-первых, это неприятно, а во-вторых, вопрос о пылевлагозащите остается до сих пор открытым. Влияет это или нет. Ну и сюда же хочу добавить, из-за того, что здесь достаточно тонкая пластиковая крышка задняя, есть стереозвучание, то есть у нас два динамика, на нижней части один и на верхней части. И вот, когда громкости добавляем, ну, где-то выше 50% и выше там и 50, и 80, и 100, крышка достаточно сильно вибрирует. Соответственно, получается, что здесь вот пустота под крышкой некоторой есть, и звук ходит под всей крышкой. Ну, естественно, и крышка вибрирует при воспроизведении каких-либо достаточно громких звуков, и создается вот такой вот эффект. Одним это нравится, другим нет. Но это никак не эффект вибромоторчика, а это эффект вот такой вот крышки и пространства под самой крышкой, а также громких стереодинамиков. Четвертая причина, почему не стоит покупать этот смартфон, это, ну, опять-таки, некоторый эффект задней крышки. Первое, из-за того, что здесь тонкая пластиковая крышка, и второе, из-за особенностей конструкции, то, что звук из верхнего динамика может гулять по всей части смартфона. В чем суть этой причины и этого минуса? То, что при разговоре, при обычном разговоре через вот этот вот разговорный динамик очень хорошо слышно как спереди, так и сзади. Я в полном обзоре все это показывал, рассказывал. Сейчас вставлю сюда фрагмент, чтобы вы могли понять и услышать. Итак, смотрите, я сейчас сделал вызов, включил свой видеоролик, чтобы мы могли слышать. И для примера. И первое отличие – это зарядное устройство. Это то, что вы открываете упаковку, смотрите, что… Сейчас включена не громкая связь, обычная. Здесь ничего не работает, только здесь. И переворачиваем смартфон. Соответственно, какой минус в этом? А в том, что все окружающие, которые сидят, стоят возле вас, могут слышать ваш разговор, могут слышать вашего собеседника. Что, в принципе, не очень это хорошо и приятно. Пятая причина, почему не стоит покупать смартфон Poco X3 – это проблемы с связью и сетью. Скажу так, честно говоря, у меня проблем с связью и сетью никаких нет. Но множество кто отписывались, что у них сеть принимает не так хорошо, не так стабильно, Скорость интернета в сети немножко хуже, и по Wi-Fi он немножко хуже. На данный момент у меня в доме смартфоны, которыми постоянно мы пользуемся – это Xiaomi Mi 8, Poco X3, iPhone 11 и Xiaomi Mi 9T. И вот большой разбежности, большой разницы между этими смартфонами и качеством приема сети я не вижу. Опять-таки, в полном обзоре я показывал, тестировал скорость на одном и том же операторе, в одном и том же месте на разных смартфонах. И да, там Poco X3 был все-таки немножко ниже или практически одинаково, но колоссальной разницы не было. Вот, пожалуйста, специальное приложение, которое показывает связь. Один и тот же оператор на данный момент – это Kyivstar, UA, то есть Украина, LTE поддерживается. Mi 8, Poco X3, минус 108, минус 110. Ну, как бы, ну, вы видите, Mi 8 немножко, насколько, даже меньше, чем на 1%, он лучше принимает сеть Kyivstar. Здесь минус 110, здесь минус 109. То есть это практически одно и то же. Я бы разницы большой здесь не придавал. Ну, и по поводу Wi-Fi, смотрите, здесь минус 45, минус 46, здесь минус 45. То есть, я не знаю, по Wi-Fi Poco даже на 1 единицу, 1 деление 42, 46. Ну, Poco сейчас Mi 8 немножко лучше, а перед этим был Poco немного лучше. Но все-таки я бы здесь большого предпочтения 46, 43, как видите, я бы здесь большого предпочтения какому-либо из смартфонов не отдавал бы. Да, может быть, Poco X3 чуточку лучше, а может быть, чуточку хуже работает. Но, во всяком случае, так, чтобы очень плохо, что мне это не понравилось, я бы не отмечал это и не говорил об этом. А вы можете в комментариях написать вот именно как у вас это происходит. Теперь тот же тест, только с Poco X3. Сим-карту из iPhone 11 мы вставим в Poco X3. Это, опять-таки, два идентичных оператора. И запускаем тест. И что мы в итоге видим? Что здесь 12, здесь 15, здесь 4, здесь 2. Ну, то есть, примерно одни и те же показатели. Какие выводы? Опять-таки, наверное, много хайпа из ничего. Потому что примерно сравнимые показатели по скорости и по приему сети. И рекомендую досмотреть этот видеоролик до конца, потому что я добавлю из форума опрос, где пользователи голосовали, что у них как работает или, наоборот, не работает. Вы сами сможете посмотреть эту статистику. Ну и шестая причина, почему не стоит покупать данный смартфон, это мерцание экрана. Это чисто, ну, возможно, домыслы, возможно, это даже причина, наверное, все-таки основана на отзывах пользователей. Потому что некоторые пользователи отписывались и говорили, что на низких порогах яркости есть мерцание на дисплее. По сути, технология IPS дисплея не подразумевает никакого мерцания. Соответственно, мерцание быть не может. Я не знаю, кто видит, как видит. Я сейчас на камеру даже пытаюсь понять, есть ли мерцание на дисплее Poco X3 и не понимаю. Я его не вижу. По максимуму, как я не старался увидеть и передать мерцание, я не вижу. А вот вам для примера Mi 8, у которого AMOLED дисплей, у которого мерцание есть. И вы видите, что здесь есть мерцание. То, что оно здесь присутствует, это действительно наглядно видно. То, что оно здесь, то ли есть, то ли нет, я не знаю, я не могу понять. Я не вижу никакого мерцания. Минимальный порог яркости, давайте установим, не знаю, процентов там 5-10. Посмотрите, что делается с Mi 8 с AMOLED дисплеем. И что происходит с Poco X3. Но я никакого мерцания не наблюдаю. Даже при максимальном зумировании я никакого мерцания здесь не вижу. Если немножко посмотреть информацию, посмотреть по форумам, то говорят, что некоторые все-таки это либо замечают, либо понимают как-то. Я не знаю, есть или нет. Но все-таки на том же FOPDA есть заметка. И говорят, если вдруг вы видите мерцание, это вам мешает, это вам не нравится, то в настройках дисплея цветовая схема вместо автонастройки включаем насыщенный или стандартный. Тогда мерцание пропадает. Ну вот посмотрите, сейчас что-то меняется на камеру. Я специально выдержку поставил минимальную, ну то есть значение побольше, чтобы можно было это заметить. Но смотрите, разницы я, честно говоря, не вижу. Стандартный, насыщенный или авто. Разницы никакой я не вижу. Может вы увидите, но я не вижу. Во всяком случае, может быть, если у кого-то это будет, и кому-то это не нравится и не подходит, устанавливайте в настройках цветовой схемы насыщенный и стандартный. Посмотрите, увидите ли вы какую-либо разницу. Помогло вам это или нет. Ну и как я обещал, я привожу вам принт-скрин с главной страницы ФОПДА ОПОКО-ХТ, там где есть опрос, где множество пользователей проголосовали. И как вы видите, все эти недостатки, которые я сейчас назвал, а это последние 3-4 пункта, и как вы видите, у большинства все хорошо и все нормально. Тех, у кого что-то не работает или работает плохо, действительности мало. Почему так происходит? Ну, вариантов может быть множество. От ситуации, от пользователя, от программного обеспечения и множество-множество разных нюансов. А по данному видеоролику у меня, в принципе, все. Если это видео вам чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми или близкими, ведь, может, кому-то вы поможете с покупкой или, наоборот, не покупкой смартфона Poco X3. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.